вот они дровишки еле-еле горят задвижка задвинута с той стороны теперь мы ее сюда перевожу сюда и тяга пошла здесь буквально так ну разрезал запечатанный пакет мужики всем привет в общем продолжаем продолжаем заниматься интересными вещами мастерскую закончил освещение кинул везде где нужно здесь по всей длине та сторона также по всей длине в общем светло отлично то что я хотел я сделал занес столы инструмент начал разлаживать развешивать так чтобы это все было на виду и под рукой так хотелось бы закончить видос про вот этот котел да не знаю как дровяная батарея буржуйка печка из двух газовых баллонов там как-то так по системе дожига фасунка у меня такая стояла внутри баллона она стояла располагалась вот таким образом до края вот этой трубы вертикальной в общем работал она только в том случае когда пламя горела где-то вот в этом районе тогда я шел дожиг и все остальное но в основном у меня баллон загружается наполовину и костер горит непосредственно возле трубы и все эффекта дожига от нее толком не было в общем врезал я сделал форсунку вот такого плана был было был ряд испытаний были здесь отверстия просверлено из четверкой шестеркой восьмеркой десяткой в общем просверлил по краям на 14 на всю длину 160 трубы распилил бараб болгаркой все воздух при выходит конкретно то есть добавляется да в огонь тот не тот который сгорает а плюс еще ему добавочку идет свежечок подогретый и там идет отлично отлично дожигается все остальное так по доработкам сейчас расскажу внутри баллона чего я сделал для лучшего контроля температуры а то было такое что закинул и поддувайлом регулирую не регулируй так как там четверти на выбрана до при полностью закрытом положении все равно батарея жарила так что температура до двадцатки здесь не очень комфортно работать при двадцати приходилось раздеваться а чтобы выйти за запчастюлиной на улицу приходилось одеваться это мне немножко не нравится десять-двенадцать градусов для меня вообще шикардос работать в помещении так давайте внутрь заглянем что там сделал так что было сделано посмотрим колосники в общем сделала такую штукенцию так мужики у меня зольник вырезан 16 сантиметров так и 60 сантиметров на всю длину короче баллона ну да да вот этих вот вещей до полос вырезан зольник то есть раньше у меня было просто колосники кинул на всю длину дрова загрузил и непонятно как воздух подается вот эту часть которую я вырезал отсюда я ее оставил в общем через нее сделал взял половину отпилил 30 сантиметров в другой части отрезал две полосочки вот таких вот по сантиметра по 3 и внутри и проварил снаружи ничего не делал не проваривал как есть и кусок болта было просто приводил такой зацеп все и получилась такая задвижка внутри баллона то есть когда он сюда пододвинут воздух заходит понятно дело как мы его там поставим и идет уже непосредственно под дрова под дрова тем не менее тем временем дано не то я там температуру и они горят сильнее разгораются горят то есть а идет под дрова очень хорошо когда дрова сыроватые вот такие вот дела что дальше да вот оно все разгорелось здесь прикрутил и вот таким образом просто в этот зацепчик зацепчик беру кочергой открываю доступ значит воздуха под дрова и уже идет воздух с этой стороны над дровами по на меньшему сопротивлению и в трубу до 160 над костром получается дрова не так интенсивно уже горят и они поддерживают ту температуру до точнее то горение которое я отрегулирую вот этой нижней а задвижкой то есть подачу кислорода воздуха все равно при полностью закрытом гореть они не будут как минимум хотя бы миллиметров 5 всегда оставляю вот как то так все это замечательно двигается под колосниками это задвижка и абсолютно не мешает ничему при этом дрова лежат на колосниках вот как то так как только надо раскочегарить передвинул ее сюда воздух пошел обратно под дрова и они моментально разгораются просто моментально плюс зола когда задвижка там не проваливается в сам зольник туда глубже остается как бы лежать на этой задвижке и когда подкидываешь свеженькие жар весь находится вверху они разгораются быстро загораются и продолжают гореть вот такая штукенция получилось так мужики ну давайте сейчас подкину дровишек разожгу и посмотрим как это дело работает кстати звонил заказчик сейчас должен привести немножко железо для продолжения так сказать постройки вот это хорошо все разжигаем так начало разораться быстренько сначала такими всякими обрезками сухими до щепок на колу сейчас разорятся уже начали потом подкидывать вот такого плана дровишки так ну прошло минут пять наверное нас там уже все это загорелось подкидываю вот такие вот такого плана дровишки прямо наверх все и ждем пока она раскочеварится минут я десять-пятнадцать и мы эту задвижку передвинем под огонь так дровишки разворились вот они уже отлично горят пришла приемная комиссия объект принимать в общем смотрите сейчас мы прикрутим немножко задвижку ту еще не двигал берем листочек да с блокнота как подается туда кислород то есть здесь у нас прикручена кислород мужики туда подается просто посредством тяги верх огня абсолютно капитально как его не поставь это видно да что туда тебя идет замечательная так чуть под наклончиком чтобы это было видно да где горит огонь до верхнего говорится его верх именно подается воздух дожигателя до 8 градусов вы вот эту задвижку просто берем и двигаем туда до упора и в таком состоянии вот прошло 15 ну 20 минут и в таком состоянии они будут там тлеть где-то примерно вот эти вот брусочки где-то примерно не знаю может часа полтора около двух часов будет температура сейчас она где-то градусов до 12 дойдет и остановится вот как то так вот кстати заказчик привез трубу такую толстостенную 80 на 100 стенка 4 миллиметра на гидробак вот такие тяги на навеску толрепы еще там такого плана проушины это сантиметр толщина есть 6 миллиметров толщина в общем куда-нибудь применим уже готовы вот как-то так даже вот под этот палец уже замечательно сверлить не надо как-то так разберемся куда их применить все еле 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 и уже температура у нас 10 градусов очень быстро прогревается помещение вообще шикардос шикардос так мужики ну не было меня минут 30 вот как прикрутил его поехал на почту забрал посылочку пришла вот так здесь у нас вот 12 градусов примерно какие говорил должно но я уже то знаю уже знаю сколько как прикрутить сколько надо добавить дровишек как передвинуть задвижки так чтобы было мне нужна температура то есть за 4 за 5 градусов я это все дело приглушаю и температура после того как я приглушил до внизу передвинул задвижку закрыл шибер то есть работает он одна четвертая часть температура поднимается 45 градусов вот то есть как то так сейчас мы к ней вернемся заглянем сюда творится и так дым не валил сейчас в обратную сторону добавлю тему весь дым пошел вверх вот как-то так воздуха зайдет немного вот они дровишки еле-еле горят задвижка задвинута с той стороны теперь мы ее сюда перевожу сюда и тяга пошла здесь буквально сейчас вот так закрою оставлю это дело все открытым и посмотрим что нам прислали посылочка пришла на мужики из челябинской области позвонил человек спросил мой адрес говорит хочу прислать тебе подарок ну и адрес оставим понятное дело и вот сейчас поехал забрал даже не знаю что то вес мужики кило пятьсот двадцать три кило пятьсот двадцать три сейчас в общем распечатаем и посмотрим так ну разрезал запечатанный пакет это я ножом разрезал только что смотрите что здесь приехал смотрите это это у нас мужики вот что это оказывается собочек и кочерга видали как раз в тему это подарок как раз тему а то у меня там такая кочерга печальная и без совка а это вешать наверное да сюда его и приколбасим где-нибудь рядышком а ну-ка сейчас мы это дело примерим ништяк ну вот мужики смотрите красотень вот это вот подарок от подписчика ваш огромное тебе спасибо вот буду пользоваться и знать что это подарок человека как говорится от чистого сердца так отчета жарит жарит мы как открыли там пошли распечатывать посылку уже уже мужики 15 градусов надо прикручивать прикручивать вот разгорелся огонь из-за того что я перевел сюда о кстати испытание перевел сюда эту задвижку вот так до упора щелкнул все четко подачу кислорода уменьшил конечно на кочегарил придется проветрить вот мужики как то так работает это буржуйка все ее уже изучил все параметры все настройки вещь обалденная у кого мужики нет обязательно делайте у кого есть до помещение которое нужно отапливать на мой взгляд на самое безопасное в плане того что по сравнению с печами на отработке особенно есть товарищи с которыми мы общаемся в группе до рассказывали как работает маслом вместе с тосолом в печи для отработки поэтому не стал я рисковать сделал на дровах все герметично все замечательно на этом будем прощаться мужики следующий видос уже будет конкретно по травторку всем пока всем удачи с вами был санек еще увидимся паш за подарок вообще тебе тебе от меня отдельный лайк